Я думаю, у каждого в наше время есть холодильник. Этот белый брат ночного дожора, этот рыцарь, который доблестно защищает наши продукты от пропадания. Сколько праздников прошло с ним, сколько женских фигур он спас от переедания. И как нам становится обидно, когда он начинает болеть. Привет, с вами Лиза и сегодня мы будем лечить нашего белого друга от наледи. Для начала стоит понять, почему в холодильнике образовался северный полюс. Проблемы могут быть как в реальной поломке того же термостата либо дверцы, так и в вас. Ведь согласитесь, многие могут часами стоять у открытого холодильника и размышлять, что съесть утром, что вечером, в чем смысл жизни. И когда мы поняли, в чем проблема, можем приступать к лечению. Если проблема в поломке, то в дальнейшем обратитесь в авторизированный сервисный центр. Если таки в вас, то пугаться не стоит. Подготовим себя и кухню к операции. Для этого нам понадобятся тряпки, тазик, пару кастрюль, фен либо тепловентилятор, пару часов и немного терпения. Итак, мы во всеоружии. Приступим. Вытянем всю еду и то, что у вас там хранится из холодильника. Отключим его от сети. Пациент готов. Начнем разморозку. Первый способ будет самый простой, но довольно долгий. Нагрейте воду в нескольких кастрюлях. Как только вода вскипит, утварь стоит расставить на полке холодильника и морозилки, закрыть дверцу и забыть об этом минут на 10-15. В этот момент можно вскипятить воду для следующей партии, либо для чайка. Тут решать вам. Через время уже остывшую воду лучше сменить на горячую. Повторять эту процедуру стоит, пока не добьетесь необходимого эффекта, и ваш холодильник снова не станет чистым. В среднем это занимает от 40 до 60 минут, в зависимости от того, насколько сильно ваш холодильник решил приодеться. Перейдем к следующему способу. Раскидайте тряпки вокруг агрегата, поставьте тепловентилятор напротив открытого холодильника на расстоянии 30-40 сантиметров и пойдите посмотрите фильм. Теплый воздух поможет качественно оттаять льдам, ну а вам потратить время на что-то более приятное. Но полностью забывать о разморозке не стоит, как и о технике безопасности. Проследите, чтобы талая вода не попадала на провода питания теплодуя, розетки или другие кабели, в том числе и самого холодильника. Когда разморозка закончится, а вы уже будете морально готовы, вымойте пол от воды, протрите холодильник и насладитесь своей работой. Если же тепловентилятора у вас нет, на помощь может прийти фен. Тут уже необходимо ваше непосредственное присутствие. Но все же, суть осталась та же. Пламенным воздухом вы обдуваете залежи льда под какую-то песню и ждете, пока они оттают. Когда дело сделано, со спокойной душой вытираем холодильник, полки, дверцу от остатков воды, моем пол. Если хочется совместить два дела в одном, то есть разморозить и вымыть холодильник, то можно взять тряпку, смочить ее в горячей воде и оттирать ее вместо наледи. Это будет дольше, но в итоге результат вас порадует. В конце каждого способа следует тщательно вымыть холодильник и пол от талой воды. Помните, ни в коем случае нельзя использовать острые предметы, чтобы откалывать лед. Перекуйте мечи на железный трон, ну или на орало. После закрываем дверцы, включаем холодильник в электросеть и ждем, пока он охладится до необходимых вам градусов. Заполняем его холодное нутро едой и со спокойной душой идем заниматься своими делами. Вот и все. Надеюсь, эти советы были вам полезны. Напишите в комментариях, какие еще способы разморозки вы знаете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте узнать, как правильно ухаживать за холодильником и что значат пиктограммы на одежде и посуде. С вами была Лиза. До новых! Субтитры сделал DimaTorzok